Здравствуйте! Вы смотрите тест-драйв по системе управления инженерными данными Autodesk World, восьмую лекцию третьего раздела использования, которая называется «Пакетная печать», а также World Office. Меня зовут Федотов Антон, я инженер компании Point. Прежде мы говорили про пользовательские объекты, а также все основополагающие данные и функции системы Autodesk World. Сегодня речь пойдет про те механизмы, которые осуществлены в системе для облегчения печати документов, а также для работы с документами и с системой теми пользователями, которые не связаны с SAPR. Перейдем к демонстрации. Выполним вход в систему. И сначала поговорим про пакетную печать. Механизмы пакетной печати встроены в систему и позволяют печатать абсолютно любые типы данных за один заход. То есть, если прежде вы печатали проекты, открывая большое количество приложений, то Autodesk World позволяет осуществлять эту задачу, используя диспетчер печати. Сейчас мы его запускаем. И здесь есть следующие функции. Мы можем добавить файлы. Например, выберем наш проект. Как вы видите, мы можем добавить файлы напрямую из проекта. А также можем выбрать файлы либо напрямую из папок, либо добавить целые папки для печати. Например, сейчас я выбираю для печати отчет по изменению формата Excel. А также Project Dashboard формата doc, то есть Word. А также выберем чертеж. Как мы видим, автоматически определился лист. То есть, мы можем исключить из печати определенные листы. Можем настроить принтер для каждого из файлов. Если бы в чертеже было больше одного листа, соответственно, для определенных листов мы могли бы настроить формат, выбрать принтер либо плоттер, то есть то устройство, которое у вас отображается, например, при печати из Word. Также при настройке мы можем выбрать размер печати, ориентацию листа, цвет, масштаб и так далее. В правой части окна мы видим миниатюру, то, что у нас получится после печати. Добавим какую-то папку. Например, папку проекта целиком. Видим, что идет поиск листов. Сейчас собираются все сведения о всех файлах, которые хранятся в данной папке. Видим, что система, проанализировав всю информацию, также добавила сборки, детали и так далее, которые мы также можем распечатать. Для каждого отдельного файла мы можем назначить свой принтер. Также можем выбрать редакцию для печати. И при пакетной печати мы можем наносить водяные знаки, то есть если состояние жизненного цикла не завершенное, мы можем, соответственно, указать, что данный файл не имеет завершенной версии, то есть создан только для проверки. Также, если на основе сборок либо просто созданы элементы структуры изделия и данная структура изделия включает в себя документацию, мы также можем ее добавить в проект. Зададим имя задания печати, которое будет отображаться в списке печати принтера. Затем мы можем изменить порядок печати, отправить напрямую на печать все, либо сохранить данный список печати, что мы сейчас и сделаем. Выберем сохранить, что позволит сохранить данный список печати на локальном диске, то есть внутри системы Windows. Помимо этого, мы можем сохранить в хранилище список печати для повторного использования, например, в будущих проектах. Если проект завершается и осуществляется печать большого количества документов, для того, чтобы использовать данный список печати повторно в следующем проекте. Можем его сохранить в алте и при копировании с помощью Copyed Design он, соответственно, также будет копирован. Вот сейчас я сохранил, затем выбираю открыть хранилище. Также идет поиск листов и связанной информации и, соответственно, тот список, который мы видели, он возобновился. Сразу же можем отправить его на печать, либо экспортировать в формате xls. Для того, чтобы просмотреть, что именно печатается, можем, например, использовать данный документ как отчет. Сейчас просмотрим печать документа по проекту. Видим наш список печати, что копировалось, на какой принтер отправлялась, какой был размер, какая редакция печаталась, ну и так далее. Из какой папки совершалась печать. И здесь же мы сразу же можем отправить его в Vault из надстройки для Microsoft Excel. Также можем данный список вывести в таком виде, также напечатать. Некоторые файлы, если мы печатаем целый проект, могут быть исключены из печати, либо включены обратно. То есть не всегда нужно печатать всю документацию по проекту целиком. Например, если нет необходимости печатать определенные, листы чертежей. Соответственно, мы можем их отсюда исключить. Также можем просмотреть источник, где хранятся наши документы. Просмотреть подробности печати, либо скрыть эту панель. Ну и в принципе все. Основополагающая функция данного механизма — это объединение всех типов данных в один список печати и корректной отправки данных на печать. Сейчас я это делаю и, соответственно, получаю распечатанные документы. Второе, о чем мы поговорим в этой лекции — это Autodesk World Office. Autodesk World Office существует двух видов. Во-первых, это World Office для тонкого клиента, который позволяет работать с документами напрямую из веб-браузера, то есть забирать на редактирование, добавлять файлы в папки. А также толстый клиент World Office, который позволяет пользователям, которые не участвуют в процессе проектирования, то есть не работают саппор, получать полноценный доступ в систему за значительно меньшие деньги. То есть лицензии World Office стоит гораздо меньше, чем в лицензии World Professional. Для того, чтобы использовать World Office, необходимо установить World Office сервер. Об этом я рассказывал в соответствующей лекции в разделе «Администрирование». Ты сейчас запустил клиент World Office. Выполняю вход в систему. Запускается привычный нам интерфейс клиента World. Видим все те же рабочий список, ярлыки, главную страницу, свойства. Также видим, что можем работать с проектами, то есть пользовательскими объектами, которые мы создавали в предыдущей лекции. Просматриваем структуру проекта. В принципе, функционал World Office толстого клиента ничем не отличается от функционала World Professional. За исключением того, что администраторы не могут получить доступ к панели администрирования, а пользователи не смогут работать с файлами SAPR. Как вы видите, сейчас мы видим все те документы, которые были созданы в SAPR, но не видим значков, так как на компьютере не установлен инвентар. И если перейдем в сервис управления, видим, что кнопка серая, то есть мы не можем осуществлять никакие действия. Также не можем просмотреть очередь заданий с помощью данного клиента. Но пользователи, работающие с клиентом World Office, могут участвовать в процессах утверждения, согласования и так далее. Как видите, мы можем менять статусы у файлов, можем их просматривать, но не можем изменить категорию файла SAPR, не можем изменить его редакцию, не можем забрать его на редактирование, но можем просмотреть и можем принять участие в процессе согласования, а также изменение его рабочих характеристик. Также можем добавить и участвовать в запросах на изменения, участвовать в процессах создания структуры изделия. Как видим, сейчас пытаюсь его открыть и пишут, что файл был создан программой Inventor. Данное приложение не найдено на данном компьютере, поэтому, соответственно, файл не может быть открыт. Но, существуя Inventor, мы смогли бы данный файл там открыть и просмотреть. Соответственно, изменить его и забрать из системы было бы невозможно. Также мы можем просмотреть визуализацию данного файла, как и в привычном нам клиенте. Волт Professional, либо Work Group. Но, если мы будем работать с документами других форматов, например, DOC или Excel, мы, соответственно, все сможем выполнять точно так же, как и в остальных клиентах Волта. Например, сейчас я открывал документ Project Dashboard. Он открывается, соответственно, мы можем забрать его на редактирование. Как я и говорил, можем просматривать визуализацию, делать измерения и пометки, эти пометки сохранять и использовать их, например, в процессах согласования или просто для демонстрации. То есть, еще раз повторюсь, это полноценный клиент Волта, но без возможности работы в процессах проектирования, то есть без возможности работы с файлами SUPPER, с файлами Revit, AutoCAD, Inventor, ну и так далее. Как вы видите, мы можем просмотреть и создать новые элементы. Можем осуществить управление спецификацией, сортировку, фильтрацию. Наша спецификация, которую мы создавали по одному из наших проектов. Получить комплект файлов, сделать текстпорт. В принципе, никаких больше ограничений, кроме работы с файлами SUPPER, не существует. Вот, например, можно отправить точно так же данные на печать. Здесь, в этой лекции мы создавали список печати, сохранили его в Волт. Сейчас я его открою с помощью клиента Волт.Офис и точно так же, как и в обычном клиенте, могу просматривать, изменять и отправлять данные на печать. Как вы видите, у документов, не относящихся к SAPRO, у нас доступны кнопки «Изменить редакцию» и «Изменить категорию». А у файлов SUPPER, соответственно, эти кнопки недоступны. В принципе, это все, что стоит сказать про Волт.Офис. Поэтому на этом у меня все. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, было полезно и интересно. До встречи в следующих лекциях. Всего доброго и до свидания.